Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите и следите за всеми событиями. Юрий Сыдник на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Приветствую, приветствую вашу аудиторию. Да, на самом деле очень такие эмоциональные дни. Вот прям начало недели идет очень серьезный массированный обстрел по Украине. Конечно, Ахмадед в Киеве это такая топ-тема. Но я хочу все-таки немножко масштабировать все произошедшее. Поговорим и про отравленную воду, и про, собственно, ракету, какая была, что это было. Сборы денег, которые буквально сразу через несколько часов огласили все банки. Это все тоже как-то дает нам понимание, в каком состоянии находится общество. Но я хочу начать с визита моди в Москву. Вот параллельно, то есть разбор завалов, трагедии, жуткие убийства. В общем, всего там 4 ребенка в Киеве погибло. Вроде как, и слава богу, там есть раненые дети, но нет погибших детей именно в Ахмадете. Но всего-то обстрел был сумасшедший. И прилетов было достаточное количество. А в это время моди называет Путина добрым другом и говорит, как хорошо, что я побывал у тебя дома. И это абсолютно наводит на такие мысли, что мы живем в каких-то двух, а может даже трех параллельных реальностях. Ну и параллельно с этим, конечно же, Орбан, который пишет письмо европейским товарищам о том, как нельзя концы с концами свести, чтобы о чем-то договориться между Россией и Украиной. Какие мысли у вас по поводу вот этих измерений? Неужели так и будет в одном измерении одно, а в другом измерении Украина со своими страданиями от войны? Ну, это все продолжается уже не первый месяц, не первый год, скажем так. И ничего удивительного нет. Такую позицию демонстрирует не только Моди, не только Орбан. Но возьмем тот факт, что, скажем так, в мае товарооборот между Соединенными Штатами и Россией увеличился. Ну, пускай за счет Урана, но тем не менее. То есть, с одной стороны, вот эта риторика политическая, с другой стороны, реалии. И вот то, что вы упомянули господина Моди, который назвал Путина другом, написал пост на русском языке, значит, как бы. А что здесь удивительного? Он демонстрирует просто свои, скажем так, свои интересы. Не то, что демонстрирует, а ставит свои интересы. Мы же должны помнить о том, что между Индией и Китаем не все гладко. Как и, кстати, между другими членами сообщества того же БРИКС или ШОС. То есть, вроде все хорошо, но на самом деле это объединились против глобального Запада. Глобальный Юг против глобального Запада. И за этим, конечно, стоят интересы больших денег, о чем не надо забывать. Мы всегда оцениваем ситуации с точки зрения стран, государств. Одно государство, другое государство. А если мы вспомним реалии, так у нас Америка – это не одно государство. Это как минимум два. Это та Америка, которая за Трампа, и та Америка, которая за Байдена. Если мы вспомним о России, а там тоже не все так гладко, несмотря на то явление, которое называют тоталитаризмом, но вспомним бунт Пригожина, как его рада встречали в Ростове. То есть, это не все гладко. И вот этот колос на глиняных ногах, он может обрушиться. То же касается и Китая. Вот первая экономика в мире. Но давайте себе представим, что Китай вдруг не получает рынок сбыта, тот, на который он ориентирован. И куда девать десятки, сотни миллионов тех людей, которые на этот рынок сбыта работают. Это же сразу внутренний конфликт, который уже будет неконтролируем. И так по всем мире. То есть, мы видим системный кризис, в котором присутствуют все страны. Но и каждый, скажем так, руководитель своей страны, он начинает искать какие-то свои в этом преференции, свои возможности. И говорят, ничего личного, только бизнес. Да, вот в том случае тут ничего личного. Нельзя сказать, что Моди, он друг большой Путина. Да нет, он там никаких друзей. И, кстати, как и с Китаем, это полностью фикция, что там большая дружба России с Китаем. Мы же помним историю и конфликты, которые были. И в Китае до сих пор изучают китайские названия на Дальнем Востоке в школах. И помнят о том, что эти территории были исконно китайскими. Поэтому удивительного нет, но, к сожалению, если мы посмотрим на войну и на то, что происходит, на эти жертвы, на трагедии, то очень многим эта война выгодна, кроме тех, кто непосредственно от нее страдает. Если мы сейчас посмотрим, Россия говорит о том, что мы готовы к миру буквально уже завтра, то есть на наших условиях или на условиях так называемого китайско-бразильского мирного плана, который ничто иное, как замораживание конфликта и де-факто, не де-юра, конечно, а де-факто отказ от тех территорий, которые сейчас заняла Россия. Но даже в этом плане у нас нет точек соприкосновения, поскольку не единожды в последнее время уже четко было обозначено господином Путиным то, что Россия не откажется от тех территориальных образований, которые как бы вошли в состав Российской Федерации. Никто там особо не заморачивается легитимности этого референта международным правом, которое там близко не стояло. Ну вот это уже на нашей территории. Конечно, Украина тоже никогда не откажется, а Запад никогда это не примет. То есть нету точек соприкосновения. Почему? А представьте себе, что действительно сейчас был бы мир, да? Вот какой-то. Я сейчас не говорю о его формате. А прекращение огня, а куда девать вот этот весь разогретый военно-промышленный комплекс России? Это понятно. Это сразу начинаются уже внутренние проблемы, поскольку утилизация оружия, которое происходит в Украине, она выгодна. Ну, смотри, Юрий, если так вот действительно взять глобальную вот эту рамку, то да есть куда. Ну, есть куда. Вот сидели все, сидели, смотрели там, да, вот посмеивались над Макроном, который там не отпустил Аталя, премьер-министра. Там немножко там посмеивались над Липен, которая, собственно, говорит, ой, ты там третье место, ты проиграла, ты не выиграла, ха-ха-ха. Она говорит, да ну нормально все, у меня было там сколько, 7 депутатов. Ну, я сейчас не могу точно сказать. А сейчас у меня там, да, больше 100, вот, то есть я увеличила достаточно серьезно свою представительность в национальном собрании. А в это время конфедерация, Сахелия, Буркино-Фасо, Никер, Ли, то есть, ну, и ты как-то понимаешь, что это уже, ну, такой геополитический шаг. Конфедерация в Африке. И тут все гадают и сидят, а это про китайское или там пророссийское. Поэтому тут сказать, что некуда будет давать оружие или девать оружие. Ну, я думаю, что будет куда. Ну, и будут какие-то точки, и здесь дело не в этом. Как нам выходить из этой ситуации? Потому что, ну, давайте будем откровенны. У нас тут события же, да, там, Вселенский, саммит НАТО. Да, ну, понятно, что мы еще Совбез созвали, пытаемся созвать, и будет какое-то заседание, Совбез ООН. Ну, вот перед вот этими событиями, такие как саммит НАТО, у нас случаются какие-то такие военные события, там, тяжелые обстрелы, какие-то трагедии. И ты задумываешься над этим, ну, а почему так действует Россия, условно? А не все ли так буквально и однозначно? Моди в Москве, саммит НАТО в Америке, обстрел, трагедии, жуткие фотографии, спасатели, раненые дети. Ну, как бы, это какой-то хворост, который бросают в топку войны, которая разгорается с новой силой перед каким-то, ну, не знаю, какой-то встречей или каким-то событием. Это уже стало нормой для нашей войны? Да, с точки зрения конспирологии, если говорить, это большой глобальный договорняк. Но я это называю немножко по-другому, не договорняк, а глобальные торги. И мы просто должны понимать, что все сейчас, то, что происходит в мире, оно движется к большой перезагрузке, о чем, как бы, было публично заявлено господином Клаусом Швабом в своей одноименной книге. Вот, большая перезагрузка – это изменение фактически мира устройства. Это новый мировой порядок, о котором, кстати, уже говорят не конспирологи, а даже господин Байден упоминал. А я уже не говорю о Путине, о всей Землине. Байден говорит, я тот парень, который остановил Путина, я расширил НАТО, я нация, я управляю миром вообще, а вы тут мне какую-то предвыборную кампанию еще заставляете вести. Поэтому тут, да. Да, тут, конечно, все очень весело, да, в скобках. Но вспомню еще Ууди Голбар, который сказал, да мне все равно, пускай он хоть и посрется. Ну, если он выполняет обязанности президента, я буду за него. Вот, ну, опять-таки, если говорить, вспомнили об Африке, там, да, конечно, что рынок оружия сейчас очень востребован, поскольку появление конфедерации из трех стран, это, кстати, население более 50 миллионов человек совокупное. Вот, и я не говорю уже о природных ресурсах, о потенциале, о территориальных ресурсах. И, кстати, если говорить о демографических проносах, так у нас фактически только два регионы. Это как раз регионы Африки, которые сейчас, ну, как бы демонстрируют увеличение численности населения. Афганистан и Пакистан. Что, конечно, ничего хорошего не сулит. Тоже знаем там какие-то локальные столкновения, да, как бы не очень там знаем, но, тем не менее, уже более 10 лет, больше 10 лет, но новый виток войны в Судане. И миллионы людей, которые там, два миллиона, которые им угрожают смерть от голода. Да, вот так, на минуточку задуматься. Поэтому это все идет, вот эти глобальные торгии идут по становлению нового мирового порядка. И страны, лидеры стран, группировки, финансовые корпорации, которые стоят за этими лидерами, за политиками, они сейчас борются за представительство в новом мировом порядке. И тут, конечно, можно говорить о конспирологии, но если почитать, например, какие-то программные документы, для меня это доклад Римскому клубу. 2018 года. Вот эта книжечка у меня постоянно рядом, я иногда туда посматриваю и сверяю. А там все, предупредили обо всем. Да, там, кстати, написано, черным по белому, что предупреждение о том, что климатические изменения, которые сейчас происходят в мире, они ведут к вооруженным конфликтам, к тем, которые еще человечество не знало. Вот в таких масштабах. И тут понятно, что все переплетено. Интересы больших денег, интересы государства, интересы, скажем так, элит. А кому единственное невыгодно, это тем людям, которые вот умирают, тем родителям, которые не могут вылечить своих детей, или дети гибнут, тем, чьи родственники на войне. Им, конечно, это невыгодно. Но кто на это, когда обращал внимание? Вот такая у нас, к сожалению, реальность. А вот эти все политические движения, которые происходят, да, кажется, что вот мир сошел с ума. Но это нам кажется, понимаете. Мы, у нас нету под рукой, скажем, вычислительных мощностей искусственного интеллекта, который просчитывает варианты. У нас нету достаточной аналитики. Мы же не знаем, где что происходит, что как взаимосвязано. А об этом, кстати, тоже в хороших традициях масонства предупредил Клаус Шваб. Он сказал, что процессы, которые будут происходить, они будут отличаться большой сложностью, взаимоповязанностью и быстротой изменений, скоростью. И вот это, видимо, все как происходит. А вот точно ли это происходит спонтанно? Вот тут большой вопрос. Или это все-таки идет какой-то сценарий, который может сервать, учитывая огромный объем базы данных, вот этой бигдата, огромный объем информации и возможности обработки этой информации. Поэтому моделировать процессы сейчас можно очень сложно. И для нас с вами, кажется, что-то происходит непонятно. Как бы разные реальности и так дальше. А те, кто владеет этой информацией, они, конечно, могут моделировать. Вот где-то так сейчас впечатление складывается. Давайте перейдем от миропорядка к известному политику, даже философу современности, Марьяне Безуглой. Она в свое время, совсем недавно, сказала, что мы должны понимать, что нас могут, нами могут играть. Это в интервью Масийчук, буквально совсем недавно. Сейчас у нее идет такой очень тяжелый и, ну, вязкий, я бы сказал, бой с генералитетом. Причем, понятно, сырский, там вот это все с содоля, вот это вот все закрутилось. Дальше она атакует командующих совсем разных и добралась и до воздушных сил. И вы знаете, ну, вот с точки зрения гражданина, да, вот если отмести там все пристрастия, все какие-то там стереотипы, ну, а то и же Марьяне Безуглой, да. Ну, вот смотрите, идет тяжелейший обстрел Киева, а у них перепалка в соцсетях с бывшим спикером воздушных сил Игнатом. Тот ее говорит, боже, я как и кончено, та пишет, только не говорите про обломки. Ну, вот в этом всем, скажем так, ее... А до этого, кстати, до обстрела, днем ранее, в воскресенье, они выкатывают очень такой большой критический пост о том, что вообще происходит в воздушных силах. О том, как берут на работу, как бы для галочки, вроде как ты числишься где-то в ПВО, да, на самом деле, ну, там, не служишь, а нормальные специалисты... А кто говоришь? Да, нормальные специалисты, они идут там в штурмовики, идут в посадки брать, да, вот, которые могли бы, по идее, да, вот, обновить свои знания там у ПВО, когда, ну, люди, которые служили, они вот этим занимаются. И вот эта вот история с таким, сразу на следующий день массированный обстрел, хочется Марьяну Безуглую поддержать, потому что нам тоже нужно понимать, что такое ПВО. И речь тут не идет там о каких-то, да, вот этих, ну, там, тени и толкай, а вот какая ракета, какая она там толщины, какой длины на видеоснимках, да, вот, которая прилетела в Ахмадед. Подождите, это ракета, которая прилетела в Ахмадед? Там кто-то говорит X-101, кто говорит, нет, это там ракета какого-то ПВО, то ли иранского, то ли еще какого-то. Давайте посмотрим на другие видео. Киев горел вчера. Киев взрывался. Было вот прям к ряду, там показывают видео, хотя это запрещено, но в районе Лукьяновки той же, как летят эти X-101 и одна за другой там поражают объект. Марьяна права, надо делать что-то с ПВО. Нам каждый раз рисуют карты пролета вражеских беспилотников и, ну, ракет. И там такие витиеватые узоры, да, вот это все там курс, маршрут меняется. Но так у нас тоже должно быть хитрое ПВО, которое должно просчитывать и такие курсы, и по всем нормам ПВО должно просчитывать, куда упадут обломки, в том числе. Это будет поле, это будет застройка, это будут какие-то пустыри, что-то где-то еще, расстановка тоже. Это все же считается, все математика. А мы видим, обстрел не, ну, как, это не такой, это жуткий, конечно, обстрел, но Украина переживала обстрелы и по 120 ракет за раз. Это не такой массированный обстрел. Как вам кажется, ну, вот, нужно какой стратегии придерживаться? Там, поддержать Марьяну, которая там залазит вот в это, там, в сердце, да, управление ПВО и всем остальным, поддержать, там, ряд политологов, вот Юрий Романенко пишет, говорит, сколько можно уже, давайте уносите все заводы, этот завод Артема, бедный, несчастный, на Лукьяновке, да, там, постоянно, давайте уже как-то их там засекретьте, засуньте их в бункер подальше от столицы, а не в жилой застройке. Вот нужно залазить туда политическим носом или, там, аплодировать и говорить, герои ПВО и, собственно, наши захистыкы, вперед, и, как бы, вот, является ли это темой вообще для обсуждения общества, как вам кажется? Ну, общество у нас обсуждает то, что оно читает в средствах массовой информации, что вбрасывается, на чем какие-то определяются акценты, и вот у нас уже давно появляются говорящие головы, разные говорящие головы, там, еще со времен Майдана и раньше, вот, которые о чем-то вещают, хотя я придерживаюсь того той точки зрения, что о каких-то серьезных вещах должны говорить специалисты. И тут у меня язык не поворачивается назвать Мариану Безуглой специалистом, с одной стороны. С другой стороны, конечно, я понимаю, что если вот я не в военной системе, да, то есть я не не владею вот этим вопросом для того, чтобы делать какую-то аналитику, но у меня достаточная информация, скажем, о других сферах, в которых я более-менее разбираюсь, там же тоже сфера предпринимательства, которым занимался очень много лет и руководил большими проектами в том числе. Поэтому, если я вижу, что сейчас происходит в стране, какой бардак, грубо говоря, да, на разных уровнях, разных сферах, через то, что у нас просто тотальная какая-то некомпетентность власти, так я не удивляюсь о том, что происходит подобно и в вооруженных силах. Конечно, что я не могу это утверждать. И понятно, что люди, которые там работают, очень много людей, они самоотверженно делают свою работу. А могут ли они ее сделать? Вот. А у нас что, уже достаточно мы получили западной помощи, которая дает нам возможность закрывать небо. Мы же помним, да, эту риторику закрыть, небо надуманное закрыть? Нет, это нельзя, это прямо-таки чуть ли не уже объявление войны России, защита объявления войны. Так, как-то странно. Сейчас вот эта помощь вроде идет. Какая помощь? Насколько? Поймите, если вся система работает плохо, так думать о том, что какой-то участок работает хорошо, это, наверное, неправильно. С другой стороны, почему вдруг такие вбросы? Ну, это же понятно, что Марьяна Безулая это чья-то говорящая голова. Ну, кто-то говорит Ермака, кто-то еще говорит. Но о том, что у нас идет внутриполитическая такая подковерная борьба, это же для кого не секрет. Вот, убрали там залуженного как главного конкурента. А кто сейчас главный конкурент власти? Я сейчас говорю только о политическом плане, не в плане каких-то других версий, а в политическом плане это общий сборный образ ЗСУ, Збройным Силом Украины, которым народ верит, который все время говорит, о да, наши ЗСУ нас бережет и так дальше, и так дальше. Для другого крыла политической власти, который не ЗСУ, который занимается другой политикой, кроме войны, им выгодна такая идеализация ЗСУ как явление. Конечно, что нет. Но это понятно, поскольку никто не отменял военные перевороты даже в таких вроде странах с таким мощным управлением вертикалью, как в России. Согласитесь все-таки, что вертикаль Путина там присутствует. Мы можем ее там говорить, какая она там плохая, там ФСБшная, там криминальная. Это не о том речь, а о том речь, что вот даже в такой системе власти, если бы Пригожин до конца прошел в Москву, он бы туда прошел. Его никто не остановил. Понимаете? Поэтому в каждой стране власть, в которой поднимается вот именно мощь военных, она понимает, что это угроза. И вот эта внутренняя грязня, она выливается в такие там скажем посты моряно-безубые, что там плохо, они там обломки упали, какая разница, обломки или не обломки. Нам что, не защищать воздушное пространство из-за того, что угроза упадут обломки. То, что Романенко говорит, надо убрать завод. Да, я согласен, у меня очень много примеров, скажем, в городе Львове, где я считаю, что многие объекты надо убрать было давно. А есть на это ресурсы? А есть на это, скажем так, политическая воля? Ну, конечно, что если система власти такова, какова есть, то, увы, мы имеем то, что имеем. А не сбивать ракету? Ну, понятно, что их будут сбивать. Смогут ли они просчитать, куда упадут обломки? Думаю, что это очень сложно. Не оставить, не расставлять системы ПВО в городах? Не знаю, насколько это возможно, их там не расставлять, скажем, насколько они будут эффективно действовать. То есть у нас очень много предположений, а правды мы что-то не знаем, поскольку каждая сторона имеет свою правду. И в этой правде каждой стороны есть чуть-чуть правды, а много лжи. Здесь просто, конечно, это все очень тонкая грань, есть же военная тайна. Ну, там, военная тайна. Есть военная тайна, есть специфика военная, конечно. Да, то есть куда прилетело, нельзя показывать, нельзя там, ну, как работает ПВО, тоже нельзя показывать. Это все как бы нельзя. Но мы видим, что, ну, это уже абсолютный миф, там, что Киев самый защищенный город на земле. Помните, вот это разгоняли, разгоняли и раскручивали. Ну, вот мы посмотрели вчера, как там взрываются ракеты российские в столице. Поэтому тут как бы тоже нужно, нужно понимать, мы там экономим снаряды ПВО, или у нас недостаточно систем ПВО, или есть какие-то, ну, вот эти моменты. По поводу ПВО, Зеленский в день, когда вот эта таргедия произошла вчерашняя, он с поляками договорился. Там тоже как-то интересно, поляки, если будут видеть ракету, которая летит в их сторону, будут как бы помогать, сбивать, тоже будут собственно принимать участие в том, чтобы нейтрализовать то ли дроны, то ли российские ракеты, любые цели. Но там, понимаете, все как-то вот бросились на эту историю, об этом давно уже говорится, мол, страны НАТО, соседи Евросоюза, давайте сбивайте, об этом даже сам президент говорил. Вот сбили вы, мы готовы подписать даже, что вы там не отвечаете за то, куда упадут обломки. Я почему это вспоминаю, эти слова президента, потому что, ну давайте будем откровенны, когда там Зеленский, там власть украинская предлагает, НАТО предлагает партнерам, говорит, сбивайте ракеты, ну для них это какой-то ну аргумент, что мы, во-первых, там понятно российские цели, там мы как бы вступаем в войну физически, это понятно, а как бы а куда упадут обломки, для них тоже аргумент, то есть получается они тоже просчитывают и говорят, что извините, мы там не можем, а Зеленский говорит, да ладно, нормально, то есть лишь бы там вы сбивали эти цели, то есть это прям тема, это прям тема дискуссий, это прям тема договоренностей Украины и Запада, Польша получается согласилась сбивать российские цели над Западной Украиной, которые как бы к ней устремлены, а что будет дальше после этого решения? Ну, давайте вспомним о том, что российские ракеты заходили в озвученное пространство Польши и даже там погибли люди на территории Польши, хотя непонятно там вот или от обломков или все-таки от ракеты там разные версии, как всегда, да, как и в вчерашней трагедии разные версии, они утверждают четко, что это была российская ракета, другие говорят обломка. Ну, с моей точки зрения это не имеет никакого значения, поскольку это война и полномасштабное вторжение, которое осуществила Россия, оно как бы и привело к тому. Не защищаться, не сбивать ракеты не получается. Что касается Запада, но об этом говорили, я напомню, уже давно и в начале войны, когда вот были эти массированные обстрелы, первые массированные обстрелы, еще до того, как господин Буданов заявил, что он там ракеты в России заканчивается, помните, да, в декабре 22-го года большое интервью, сказал, что их там ракет на месяц, но казалось, что они на месяц, до сих пор их там много, они их производят, и вот тогда появилась эта риторика, давайте закроем небо над Украиной, давайте что-то подобное, как железный купол Израиля, который, кстати, тоже, мы видим, не закрывает все, не получается все закрывать. И вот сейчас изменение этой риторики, это бы как бы поднятие планки в этих глобальных торгах, ну, с моей точки зрения, поднятие планки, почему, потому что Россия сейчас скажет, а какие ракеты летят в Европу, мы с Европой не воюем, да, ну, хотя вся Европа уже там давно готовится, и там увеличивает численность бригад НАТО, и учения проводит, и так дальше, все говорят о том, что вот-вот будет война, а Россия нет, никакой войны не будет, ну, мы же вспомним о том, что это касательно Украины, говорили о том, что никакого вторжения не будет, а потом появился ультиматум Рябкова, который почему-то не заметили, а потом началось то, что началось. Так вот, сейчас вот изменение этой позиции, с одной стороны, оно как бы имеет какую-то логику, если вы поддерживаете Украину, так помогите сбивать, это же защита, это не нападение, с другой стороны, опять-таки, это сейчас российская пропаганда, будет говорить о том, что Запад влезает в войну в лице Польши, почему, потому что мы же не наносим удары по польской территории, мы же наносим удары по территории Украины, а вот почему Польша вмешивается, это уже вовлеченные действия. Вот это, опять-таки, начнется вот еще один виток, и вот эти витки, которые происходят, вот поднятие вот этого градуса, это как варить жабу на медленном огне, лягушку, на медленном огне. И вот до какой поры? А жаба, это мы? А это получается не только мы, это получается и мы, в том числе, то есть, население Украины, и те же европейцы, которые сейчас, вот, не просто так, вот мы посмотрим на геополитическую карту мира, и посмотрим на состояние политическое в Европе, да? Так вот, у них в большинстве стран европейских, знаете, вот так, близко 50 на 50. Вот как в Междуштатах, между Байданами и Трампом, там вот, есть какие-то проценты, ну, какой-то паритет, да? Противоположный. Так же и в Европе. После оглашения результата выборов, там что же получается так, что предпосылки для внутреннего напряжения, они еще более вырасят. А альтернатива для Германии, опять-таки, то есть, вот эта правая партия, которые, все правые партии, почему-то, они как бы склоняются к России. Ну, вот, на последнем митинге там было очень много российских флагов. На последнем митинге альтернативной партии для Германии. Вот, поэтому вот эта вся сцена, она мне напоминает, какое-то приближение к какой-то кульминации, когда, вот, по аналогии в Украине, помните, 2014 год, выборы Порошенко. Голосовали не за Порошенко, просто голосовали за то, чтобы это, как бы, успокоилось, чтобы не было вот этой войны. Он что, обещал прекратить войну в считанные часы, да, ну и прекратил, назвал это, переизменил название, назвал АТО. Так вот, в глобальном мире мне кажется, что человечество должно очень захотеть любой ценой, чтобы это все успокоилось. А к этому времени... Человечеству плевать. Я имею ввиду простые люди в разных странах, поскольку, если сейчас еще будет вовлечены в войну Европа в какой-то мере, а на фоне того, что в Европе происходит кризис, миграционный кризис, и там ситуация в очень многих регионах, такая, скажем так, мягко говоря, напряженная, ну, те же протесты там в Франции, которые были, те же протесты фермеров, которые прошли по Европе, сейчас они отвлеклись, у них сейчас как бы сезон, но сезон пройдет, а опять возобновятся. Вот это все говорит о том, что вот это состояние хаоса, оно должно привести к большому желанию массы людей для того, чтобы, наконец, был порядок. Ну, вот новый мировой порядок, о котором говорят не конспирологи, а аналитики, о том, что старый не может регулировать эти проблемы. Послушайте, как раз таки работают. И человечеству по большому счету плевать. И знаете, почему я так скептически об этом отзываюсь и как бы не то, что вам оппонирую, а ну, по сути. Ну, вот смотрите, Зеленский в Польше, подписание оборонного соглашения, вот эта вот история там, сбивать, не сбивать ракеты, которые в сторону Польши летят. и ТОСК говорит, так а мы можем помочь Украине с электроэнергией. Вот мы можем, да, вот там, но как-то вот не просто взять, например, да, и перенаправить перетоки, там, выработку электроэнергии и отправить вам в Украину. Не, схема там интереснее. Мы будем киловатт-часы вот эти, да, или там, мегаватт-часы передавать Евросоюзу, а Евросоюз с нами будет рассчитываться и отправлять в Украину. Это первая история. Вторая, говорит, у нас куча как бы законсервированных ТЭЦ, ТЭЦ. Уголь в Польше есть, но мы не можем его жечь, потому что мы в Евросоюзе, у нас там есть регламенты, ну, мы же отказываемся от этого, от этой атмосферы, которую там, мы понимаем, что ТЭЦ разбиты. Мы вот сейчас в Европе тук-тук-тук, откройте, разрешите нам расконсервировать там какие-то ТЭЦ, которые будут работать на польском угле за ваши европейские деньги и отправлять энергию в Украину. Это не новый миропорядок. Это, это другое. Да, вы хорошо подметили, что это возвращение к старому миропорядку, который был основан на ископаемых, да, а не на зеленой энергетике. Мы видим, да, мы видим это противостояние и оно имеет под собой многие, скажем так, и экономические обоснования, и экологические обоснования, поскольку зеленая энергетика не такая она уж, и зеленая энергетика. И, конечно, если мы говорим о вот этих глобальных процессах, тут еще один момент интересный. Конкурирующими сторонами в этом процессе выступают государственные образования и межгосударственные структуры корпораций. Вот государства, они начинают защищаться каким-то образом и используют для этого там любые модели. И вот то, что говорят поляки, давайте мы расконсируем тест, давайте мы немножко отойдем от этой зеленой повестки дня. Вот. Это об этом и свидетельствует. Тут ничего как бы удивительного нет, но это не значит о том, что у нас не происходят эти глобальные изменения. Они происходят. Они происходят. Просто вот эта конкуренция между государствами и корпорациями, она, конечно, тоже присутствует. Я напомню такой интересный футуролог Кейл Норфстрем написал книжку бизнес в стиле панк, вот он выступал с лекциями, где-то в 18-м год он был в Киеве даже. Вот. И он интересно сказал, что, ребята, вот вы не понимаете, что в обозримом будущем вместо там 200, или сколько, 290 стран мира, будет примерно 600 мегаполисов. Структура изменится в управлении, структура вот и в средствах и урбанизации, и в средствах других процессов, концентрации, экономики, ресурсов. И понятно, в государствах, особенно там, где так называемые тоталитарные системы, вот которые демонстрируют, кстати, экономические успехи, тот же глобальный юг, вот им это не нужно, они сопротивляются. И вот это все происходит вот на фоне вот этих вооруженных конфликтов, климатических изменений, которые, кстати, там многие уже начинают повязывать не совсем с изменениями климата, как с, скажем так, с рукотворной деятельностью людей. В Теннессе, да, запретили использование вот этих аэрозолей, да, и там пишут, что у них с того времени ясное небо, солнышко светит, лучше воздух и так дальше. Вот, поэтому нету здесь противоречий, Александр. тут я понимаю, что это даже не оппонируете мне, вы просто обращаете внимание на другие факторы, я понимаю, что они присутствуют, это не все однозначно, не так вот, как теория заговора. Я понимаю, что теория заговора, она не работает. Почему? Ну, как бы, каждый, кому привелось руководить большими коллективами, а мне было такая, скажем, опыт такой, когда в коллектив насчитывал общий проект и более тысячи людей. И вот я с того времени очень четко понимаю, теория заговора не работает, поскольку ты не сможешь информацию ограничить в узком круге людей, если ты что-то хочешь сделать. Но работает по-другому. Вот работает управление ценностями, работает управление трендами, то, которое мы сейчас видим, которое идет через мозги людей. Давайте о Польше завершим, пойдем дальше. Польша по просьбе Украины, ну, опять-таки, тут тоже очень интересно, по-украински, да, этот пункт 14 этого договора звучит как заухочеватым, ну, то есть, по-русски да, то есть, привлекает, поощряет, то есть, да, вот тут такие очень тонкости языка есть, да, то есть, тут можно как там, там, приветствует, или там, поощряет, или включается, в общем, в то, чтобы граждане Украины вернулись в Украину для службы в вооруженных силах Украины и других силах обороны. Интересный пункт на фоне, конечно, объявленного Украинского легиона, который должен, по идее, собрать, ну, опять-таки, Зеленский подчеркивает, добровольцев, которые находятся на территории ЕС, но они вот поедут в Польшу, в этот легион, будут там тренироваться, там, сколотят из них какие-то силы, подразделения, не отправятся воевать. А что это за идея такая с украинским легионом? хочет человек, доброволец, он, ну, извините, у нас граница закрыта изнутри, но не снаружи. Ну, хочешь ты, собственно, воевать, переезжай на территорию Украины, иди в ТЦК, ну, или там какую-то бригаду добровольцам, записывайся и воюй. Зачем украинский легион в Польше? Или это не для украинцев, а такая ширма? Да нет, это, опять-таки, мы же видим, что дефицит огромных человеческих ресурсов. Те ребята, которые на фронте, они, которые, ну, с которыми приходится общаться, они это подтверждают постоянно, что нехватка людей. А вот как эту нехватку пополнить, мы видим действия ТЦК, которые происходят сейчас по Украине, картинки эти мы видим, к сожалению, которые не имеют ничего общего там с законом, с конституцией. Мукачево сегодня отличилось, ЖД вокзал. Постоянно кто-то отличается, да? Вот, и тут вопросы немножко в другом. Вот, помните, как мы еще с Советского Союза такая формулировка на украинском языке добровольно-примусово, которые добровольческие, но, когда говорят, вот в России нет принудительной мобилизации, а я вот посмотрел там последние новости в Дагестане, да, увеличили в пять раз одноразовую выплату со стороны республики, и сейчас человек, который идет подписывать контракт, он получает в общей сумме 9 тысяч долларов, при том, что в Дагестане там средняя зарплата 400 долларов. Это надо понимать, что есть куча людей, которые работают и за 200 долларов, да? И вот, они же вроде добровольцы, но так обстоятельства сложились, что им как бы деваться некуда, им дали возможность, пожалуйста, идите повоюйте, и вы закроете свои проблемы. А мы же знаем, что проблемы с нашими гражданами в Европейском Союзе тоже существуют, ограничения в консульском обслуживании, да, то есть они получается как бы не совсем там имеют правильный правовой статус, которых, и которым им как бы блокирует наше же государство. И у них тогда получается альтернатива, выбор. Или вы идете добровольцем, добровольцем подписываете контракт какой-то, и таким образом у нас появляется не то, что иностранные легионы с числа украинцев, а у нас появляются просто дополнительные военные подразделения, которые же больше, я бы сказал, имеют отношение непосредственно к странам НАТО, в которых там пребывают украинцы, чем именно к Украине. И если говорят о том, что вот страны НАТО будут давать поддержку человеческим ресурсам, о том, что Макрон говорил, там и вот это все идут дебаты, там некоторые страны заявляют, что никогда там Словакия или Венгрия не пойдут воевать, другие говорят, мы не говорим никогда, не говори никогда, эстонцы говорят, что мы готовы поддержать, ну вот такие разные, дискурс идет. А вот это очень хороший вариант, вы уехали из Украины, так вот, пожалуйста, сейчас за счет вас и будут сформировать эти батальоны. Вроде как бы и они комплектация НАТО, вооружение НАТО, но это же украинцы. Вот поэтому тут вполне возможен такой абсолютно меркантильный подход для того, чтобы пополнить ряды вооруженных сил Украины, но как бы не за счет НАТО, а за счет тех, которые думали, что убежали от войны. Хотя батальона Монако это не коснется. Чего ждете от саммита НАТО? Ну вот просто смотрите, есть такая тема, но опять-таки это тоже об отношении, да, то есть если так все бесперспективно на саммите НАТО, ну почему президент резко не возьмет и не развернется и поедет в страну поддержать там родных и близких после удара, ну не только же по Киеву, хотя в Киеве тоже, да, вот это все картинка нашумевшая, в Кривом Рагу родном до президента там 11 погибших, в Днепре тоже, то есть почему, ну если там ничего не добиться или чего-то все-таки можно добиться на саммите в Америке? Ну вот чего мы добились на саммите в Швейцарии? А я, кстати, не знаю, а вот эти три пункта, которые проголосовали, России их передали? Не знаю, не считал об этом, не слышал, да, вот, ну передали, не передали, да разницы-то никакой, там же понятно, что позиция России, она совершенно о другом, но об этом мы уже упоминали, да, у них есть свое видение, да, они за рамки его не выходят, то есть политической плоскости у нас нету с России точек соприскосновения, вот, даже на примере вот этих областей, которые они уже приняли в состав Российской Федерации, провели там какие-то референдумы и сказали, вот все, это наша территория, они это даже не обговаривают, и Украина, конечно, даже не обговаривает о том, что можно от этого отказаться, поэтому, скажем так, наиболее реальный вариант какого-то перемирия или там прекращения военных действий, это заморозка конфликта, но опять-таки это все хотят упаковать как-то так, чтобы показать, что вот это какое-то достижение, тот же Байден, да, скажем там, демократы в Соединенных Штатах Америки, что вот не зря мы тут боролись, вот что-то мы, какая-то победа у нас получилась, вот, но, к сожалению, это мы заложники вот этой ситуации, когда в геополитических торгах мы не субъект, а объект, наше государство, к сожалению, так, и это уже давно, так вот, что касается, вот лучше бы приехать сюда поддержать близких, родных, мы видим на протяжении этой войны о том, что так называемая политическая целесообразность, она берет верх над целесообразностью военной, над целесообразностью экономической и другими. Я уже не говорю о каких-то моральных аспектах сочувствия и так дальше. То есть, саммит НАТО, это, опять-таки, еще один там информационный, скажем так, предлог для того, чтобы внедрить в повестку дня то, что хотят внедрить и то, о чем сейчас идут какие-то закулисные переговоры. Ну, это же визит Орбана, тоже не зря, который произошел. И опять-таки, о чем он говорит? Да, вот Китай, они молодцы, у них там мирный план, который там Си Цзиньпинь предлагает. О чем этот мирный план? Да ни о чем. Давайте прекратим эскалацию, да, то есть, не поднимать градус войны, да, это вот близко к тексту Си Цзиньпиня, как он сказал. Что означает не поднимать градус войны? Это значит, что вот выпускать по Украине не более пятидесяти ракет одноразово. Семидесяти? Или это еще не поднимать градус войны? Или прекратить меньше снарядов? Или не больше, чем сейчас выпускается? То есть, очень втекаемая формулировка, за которой опять-таки говорят о том, что, ребята, вот надо заморозить конфликт. А дальше? Ну и дальше тут опять-таки никого нету, никаких предложений. Какие-то предложения были в Стамбуле, но даже сейчас эти предложения уже российская сторона отбрасывает. И Россию, в том числе, Россия-Запад или глобальный юг-Запад, а Запад-глобальный юг опять-таки подогревает это на медленном огне. То есть, на истощении. Вот ждут пока вот эти проблемы в России, они пока не создадут какой-то критический момент. Так тут, смотрите, тут просто логически, если... Россия ждет истощения Украины. Да. Запад ждет истощения России. И Китай ждет истощения России. А Китай ждет истощения всех. Ну да, конечно. Ну вот. У него свои политические намерения, которые он демонстрирует. Но опять-таки мы говорим о Китае, но мы должны помнить, что Китай, появился экономика и мощность Китая появилась только благодаря экономике Соединенных Штатов Америки, когда нас начали массово туда передавать технологии производства. Но китайцы быстро учились, конечно. У них там, скажем так, компартия руководит, рулит и так дальше. Я напомню, о чем говорил Стиглес, Нобелевский лауреат. Он говорит, что те, которые критикуют вот эту плановую экономику, они очень любят наводить пример Советского Союза с его там проблемами. Но почему-то мало всего это об успехах Китая. Поэтому Китай демонстрирует сейчас свой какой-то путь, свои проекты, которые идут уже в конфронтации с Западом. Еще раз напомню о том, что страны глобального юга, они не объединились вокруг какой-то идеи конструктивной, они объединились против геймонии Запада. Вот так у нас получается. А кто там за этим стоит, еще какие интересы, но это, конечно, немножко об этом писал Николас Хаггер в книге «Синдикат», которую рекомендую прочитать, очень такое серьезное исследование, в котором он написал все революции и войны прошлого столетия и их зависимость от этих геополитических торгов, ну он на примере двух главных планов Ротшильда Рокфеллера. Никакой конспирологии, я человек на основании всех документов очень четко все разложил. Поэтому тут политическая целесообразность это то, что движет всеми нашими руководителями. Не важно, Путин, Байден, Зеленский. И вот для этого саммит НАТО, конечно, это очередная возможность перевести дискурс какую-то позитивную политическую, геополитическую приездку дня и дать какую-то надежду, что вот мы на весь мир с нами, мы как-то дальше движемся к миру, к победе и так далее. Ну, то есть не к миру, а к победе. У нас же о мире сейчас говорят так. Очень непонятно. Все говорят о том, но какие предпосылки опять-таки непонятны. И мы же помним, что там Россию должны пригласить на следующий саммит. С чем пригласить, с какими условиями, где точки соприкосновения? Их нет. Их нет. Если мы прочитаем то, что говорят мировые лидеры, и немножко чуть-чуть глубже копнем, вот как в Си Цзиньпине, да? А там за этим ничего нет, там нету никаких реальных обоснований. А дальше? Ну, хорошо, даже если прекратили интенсивность огня, вот заморозили, да, как Макрон говорил, давайте к Олимпиаде заморозим. Ну, заморозили, а что дальше? А дальше будут живы те люди, которые скоро умрут из-за прилета ракеты, осколка или затянутые в бусик и отправлены штурмовать посадку. Ну, вот, вот что будет дальше, Юрий. Я понимаю, но тогда дальше, если вот окажется, что вот внешний враг, он где-то там сейчас, ну, немножко успокоился, вот все куда обратят внимание? Да, на внутреннюю ситуацию. А солдаты, которые там в этих окопах, они что, они считают этой невозможной коррупцией? Или они забыли о яйцах по 17 древней и других вещах? Да нет, не забыли. И, наверное, тоже у них могут возникнуть вопросы. И власть что этого не понимает? Понимает, конечно. Поэтому очень опасается сценария гражданской войны. Это не секрет. Об этом политики говорят, но не публично, но говорят. А вот то, что говорит без угла, это как раз это симптома опасности вот этой, когда ситуация будет в средине. И когда внешний враг он отодвинулся на второй план, сразу вопросы. Ну, давайте разберемся, что же у нас все-таки происходит. Вот. И этого власть тоже боится, к сожалению. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. Ну, в завершении а что вообще? Я, понятно, это трагедия, да, там, там, разрушенный Ахмадид и там, но параллельно с этой трагедией, сцепив зубы, там, украинское общество продемонстрировало, что они общество неравнодушных людей, людей, которые там, да, там, то есть, ну, вот я, например, там, достаточно далеко живу, ну, в Киеве, да, вот, от этого места, но там даже какие-то соседи сразу собрались, поехали, ну, то есть, издалека, то есть, понятно, там, пробки, это движение, то есть, люди все, да, вот такое ощущение, что собрались, и там же была тревога, второй удар был, да, то есть, правда, непонятно, что прилетело по Исиде, это такой медицинский центр на левом берегу, там, 9 погибших, то есть, прям, какой-то был такой прилет, одни пишут, что беспилотник сбили, и он упал на вот этот медицинский центр, который, как бы, висел, из-за которого вторую тревогу объявили, другие пишут, что тоже какие-то обломки, кто-то говорит, ракета, в общем, 9 жертв, это, конечно, очень страшно, но вот смотрите, я к чему, я к тому, что люди все пошли помогать, движение перекрыто, много скорых, машины, все стоит, люди выстроились в цепочки, вот эти, да, собственно, этими, такими цепочками, друг другу передавали воду, какие-то там моменты, там, разбирали завалы, такими же, ну, такими же шеренгами, и тут два момента, которые вот эту картину единения и, ну, действительно взаимовыручки и взаимопомощи испортили. Момент первый, это, ну, какая-то отравленная вода из Ашана с какой-то, не такой этикеткой, волонтеры об этом говорили, что вот смотрите, эту воду, кто-то ее попил, и, собственно, отравление там, ну, в общем, в общем, отравились этой водой, то есть, кто-то передал отравленную воду. А второй момент, от которого, ну, это так вот уже, уже потом немножко, когда вот это улеглись, вот эти эмоции, первых часов от обстрела, стало как-то немножко не по себе. То притула пишет, говорит, что давайте, собрались, холодное блюдо, месть, сбор, то банки начали сразу же рассылать сообщения в приложениях и везде, что, ах, мадит там столько-то квадратных метров, давайте сбор, сбором давайте ударим по вот этим последствиям тяжелым, которые после этой истории. Слушайте, это не на следующий день, это не там через какое-то время, еще ничего никто не сказал по поводу, ну, там Ляшко же был на месте, да, министр охраны здоровья, сказал бы Ляшко что-то, о том, что что нужно будет, там сообщили, что детей и каких-то, ну, больных там, врачей, в общем, перевезли в соседние медучреждения, но никто не провел оценку состояния, никто не вышел из чиновников, не сказал, смотрите, здесь там вот это, вот это, опять-таки, люди скиньтесь, пожалуйста, мы все отстроим заново, да, Ахмадед, так как кто его защитит от повторного прилета, что изменится, да, для этого нового объекта, собранного или отремонтированного на людские деньги, ну, в общем, много вопросов, и как-то вот эта вот взаимовыручка и состояние общества пугает, вот эти два эпизода прокомментируйте, вот как последствия трагедии. что касается взаимовыручки, это, конечно, ну, это радует, то, что у нас люди, они не утратили человечность, несмотря на войну, на все, на горе, они бросаются на помощь, одни другим, и это, ну, это радует, да, несмотря на трагедию, что касается центральной ВД, давайте дождемся, был ли мальчик, то есть, мы же понимаем, что могут быть различные бросы, там, химическое отравление, что такое химическое отравление, от чего, сколько человек отравилось, ну, вот сбросили, было какое-то отравление, кто-то из волонтеров сказал, ну, бог его знает, может, кто кого-то, что-то, с перепоя, что-то там, не сварил, лыжи, ну, понимаю, что это так нельзя говорить, но давайте дождемся официально того, что действительно происходило, а вот что касается вот этих сборов средств, сразу, да, мгновенно, да, все начали, там, Пертулла и другие фонды, ну, я скажу так, что, я даже не знаю, что более противное во время войны, это вот коррупция на войне или пиар, да, а здесь вот как бы два в одном, поскольку очень много вопросов к этим большим фондам, все-таки существует, очень много людей там, скажем так, себя очень хорошо чувствует, да, поскольку волонтерство, это когда ты отдаешь свое время, день, который где-то заработал, но когда ты зарабатываешь зарплату на волонтерстве, это не волонтерство, это работа, это бизнес, назовите как хотите, поэтому у меня так специфическое отношение к этим всем фондам большим, хотя я знаю реально, которые люди помогают и на этом не наживаются, не зарабатывают, вот, а вот этот пиар, вот все такие сразу бросили, кто первый поможет, ну это честно говоря, вот это пиар, и вот это такое, какое-то отвращение вызывает, вот я с вами, наверное, солидарен в том, что оно как бы сразу портит вот это впечатление, вот от реакции людей, искренней реакции, помощи, да, вот этой, которую мы видели, вот это портит, поскольку для одних это беда, и эти люди, которые бросились на помощь, действительно искренне решили помочь, а для других это очередная возможность попиариться, там, значит, и напомнить о себе, вот где-то так. Ну, тут очень нужно понятно, да, чтобы мысль была понятна, не добрые, ну, посылы, не, как сказать, не желание помочь людей, которые скидывают, там, ту или иную копейку на тот или иной счет, а не это противно, противно то, что, ну, одно дело, когда сразу начали собирать сборы, там, помочь, ну, там, родственникам, детям, ну, больным, медикам, которые тоже, там, и погибли, ну, и тоже пострадали, помочь им, это одно, но отстраивать Ахматет, через, там, там, четыре часа после того, как прилетело, ну, подождите, ну, надо же как-то, ну, что значит, давайте сбросимся и отстроим все заново, отстроим, обязательно отстроим, но тут же момент комплексный, и это нужно комплексно подходить к этому, надо оценить ущербы, нужно понять, что дальше вообще с этим, может, может, если мы не можем перенести, как вы говорили, да, вот выше, какой-то из Лукьяновки завод, может, Ахматет надо переносить, ну, например, ну, то есть, вполне возможно, то есть, здесь нужно, вполне возможно, я тоже хочу уточнить, я понимаю, что люди искренне переводят деньги, да, но, опять-таки, с вами согласен, что если мы говорим о том, что отстроить Ахматет, это совершенно другой площадь, если, если уже даже ставить так вопрос, есть, у Ахматета есть свой фонд, свой благодейный фонд, так вот, пожалуйста, давайте аккумулируем на этом фонде деньги для стройки, да, я понимаю, что это делало государство, ну, пускай, государство все не может охватить, вот, есть возможность у людей, у структур каких-то банков, понятно, зачем на какие-то фонды, вот, есть фонд Ахматета, переведите туда деньги, пускай они, они же лучше знают, что им надо, они лучше знают, что надо сейчас, в первую очередь, купить для этих деток, где это разместить, и как решить, а вот это еще раз говорю, что у меня отвращение вызывает, вот это, как бы, мотивация не помочь, а вот напомнить о себе, поперяиться, вот какие мы, вот мы сразу там уже готовы помогать, и так дальше, вот о чем я. Да, Юрий Сытник был моим субсидником сегодня, спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр, всего хорошего. Да, берегите себя всем, добра и света, увидимся, до скорого.